Всем доброго времени суток! В сегодняшнем уроке мы попытаемся с вами сделать из обычной картинки интерьер, поместить туда аватара и придать ему движение. Вот что у нас должно получиться в результате нашего урока. Конечно, это не идеальный вариант, а только один из способов, как можно использовать фотографию в качестве интерьера. Итак, приступаем к работе. Прежде всего, нам нужно определиться с размерами видео, которое нам нужно. Предположим, мы хотим выставить его на ютубе. Тогда его параметры должны быть 1280 на 720 пикселей. Итак, у нас есть картинка, которая будет служить фоном нашего видео. Вот она. Я ее нашла в интернете. Теперь мы еще в фотошопе создаем файл с размерами 1280 на 720 пикселей. На этот файл мы перетаскиваем нашу картинку. И масштабируем ее с пропорциями, так, чтобы у нас полностью был заполнен экран. Вот, предположим, та картинка, которая у нас будет служить фоном. Чтобы наша девушка выходила из-за вот этой стены, давайте сделаем копию этой стены. Для этого берем инструмент Ласса, применили трансформацию, и начинаем выделять эту стену. Вот у нас появилось выделение. Комбинация клавиш, которую вы видите на экране, мы делаем копию. Если мы отключим нижний слой, вот мы увидели, что у нас получилось. Теперь нам нужно два этих файла сохранить в отдельности. Давайте сначала сохраним нижний фон. Верхний слой отключаем, хотя можно его, конечно, и не отключать. Сохраняем в отдельную папку с расширением PNG. Пусть это будет номер 1. И сохраняем второй файл. Точно такой же, но только кусок стены. Тоже расширение PNG. И пусть это будет файл 2. Итак, подготовительные работы у нас в фотошопе окончены. Теперь мы можем переходить в iClone. Итак, мы открыли программу iClone. Теперь сразу же выставляем в рендере настройки нашего видео. То есть, вот они, 1200 на 720 пикселей. У нас изменилась рабочая область. Теперь я предлагаю немножечко повернуть нашу плоскость, так, чтобы нам удобно было работать. Вот примерно так. Теперь мы добавим на рабочую область Аватар. В данном случае нам не важно, кто это будет. Просто, ну вот пусть будет Гвини. Вот мы ее добавили. Сейчас мы добавим на нашу рабочую область интерьер. Заходим в настройки проекта. Ищем, где у нас фон. Вот он. И добавляем сюда наш интерьер. Теперь вот эту вот сетку мы немножечко поворачиваем, чтобы она была в параллельном полу. И немножечко опустим вниз. Вот так. Гвини мы поставим чуть ближе и, наверное, выше. Вот она примерно вот тут будет у нас стоять. Наверное, все-таки поменьше ее поставим. Вот так. И повернем. Вот из этой точки она у нас будет выходить. Теперь уберем сетку. А на передний план сейчас поставим плоскость, которая будет закрывать нашу девушку. Заходим в пропсы. Ищем плоскости. Вот они у нас. И вот есть плоскость, которая нам нужна. С размерами 1280 на 720. Нам нужно ее поставить на передний план. Вот мы дважды щелкаем по этой плоскости. И вот она появилась у нас на экране. Мы должны ее перенести наперед. И выставить на весь экран. Так, чтобы она фактически повторяла нашу картинку. Вот пытаемся ее ровненько поставить. Немножко многовато. Вот мы сейчас посмотрим. И теперь накладываем на эту плоскость материал тот файл, который мы с вами сделали. Часть стены. Вот он. И вот вы видите, наша гвинь практически спряталась. Сейчас мы немножечко подвинем стену. Вот она. Вот практически то, что нам нужно. Тут можно немножечко, наверное, подрегулировать. Немножечко поставить на место эту стену. Вот, чтобы она повторяла наш фон. Предположим, мы это сделали. Теперь нам нужно просто добавить движение нашему аватару. Мы заходим в контент. Ищем нужные нам движения. Ну вот, к примеру, вот они у меня есть уже. Вот, допустим, она будет у нас идти. Старт. Смотрим. Вот, видно, что она там идет. Давайте в этой точке мы передвинем ее так, чтобы она была видна. Вот, допустим, она сюда вышла. И немножечко повернулась. А в этой точке мы добавим ей окончание движения. Вот. И немножечко подвинем вперед. Вот так. Посмотрим сейчас, что у нас получилось. Вот она выходит. И остановилась. Ну вот, давайте немножечко еще ближе ее придвинем. И повернем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот она вышла. Ну и, в общем-то, можно так и оставить. Основная наша задача решена. Мы вывели аватара из-за стены. Все остальное уже детали. Можно будет дорабатывать ее движения. Выставлять камеры. Можно убрать сетку пола, чтобы она нам не мешала. Вот еще раз просмотрим, что у нас теперь будет. Итак, в сегодняшнем уроке мы с вами научились делать из фоновой картинки интерьер. Поместили туда аватара и придали ему движение. На этом наш урок окончен. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok